Музыка На Красном Октябре мы появились впервые в ноябре 2009 года. И знаете, вот здесь еще пахло шоколадом. Всю фабрику уже вывезли, уже цех, в котором вот теперь мы находимся, шоколадный цех был полностью свободен, стояли просто пустые стены. И только один блатной цех, блатной почему он выпускал какие-то специальные, как он назывался, специальный, закрытый, какой-то, знаете, вот как раньше был по спецзаказу, вот это был такой цех по спецзаказу. Там делали какие-то шедевральные конфетки особые. Так вот этот цех еще работал. И периодически включалась какая-то машина, которая дребезжала, и все помещение будущего телеканала содрогалось. И, конечно, когда мы начали обсуждать условия договора, первый вопрос ключевой для нас был, уберут ли этот спеццех отсюда или нет, потому что в противном случае мы не сможем работать, потому что, ну, понятно почему. Спецпроизводство находилось на четвертом этаже шоколадного цеха. Здесь работали только девушки. Десять человек. Они делали фигуры из шоколада ручной работы. Этот оазис пищевого производства просуществовал на Красном Октябре до 30 апреля 2009-го. Они последними покинули фабрику, когда повсюду уже шли ремонты. Работницы в белых халатах и колпаках странно смотрелись среди строительного мусора, преображающегося Красного Октября. В общем, Красный Октябрь нам понравился. Ну, вот и представьте, вот эта завораживающая красота здания, с историей, с духом, с запахом, оно полностью отдавалось на откуп новым арендаторам. И мы поставили точку и сказали, да, мы будем здесь. Здесь есть так называемые участки вообще нового практически строительства. Это до переулка в основном. Ну, там есть еще вкрапления красно-кирпичных зданий немножко. Антон Чернов, руководитель проекта «Красный Октябрь». Новая жизнь Красного Октября полностью в руках Антона Чернова. До кризиса он руководил проектом «Золотой остров», а после создает творческое сообщество арендаторов на бывшей шоколадной фабрике. А есть целиком, практически полностью вот эта так называемая сохраняемая часть, там, где мы сейчас находимся. Это контора, это промышленные вот эти вот производственные цеха, которые были построены еще в 1850 каком-то году. Соответственно, это вот, забыл, когда не помню имя архитектора, но это все входило вот в империю, в фабрику вот этого вот «Эйнема». Условия работы на фабрике «Эйнема» в конце XIX века были в пример некоторым современным предприятиям. Сегодня все эти льготы называются расширенным соцпакетом. За 25 лет работы на фабрике назначалась пожизненная пенсия, для детей подмастерьев была открыта школа, работники бесплатно питались в фабричной столовой, работали больничная касса и касса взаимопомощи. Одиноким предоставлялось общежитие, причем непосредственно на территории фабрики и на бесплатной основе. Большинство работников были выходцами из ближайшего Подмосковья. Вот есть предание, что здесь раньше на фабрике «Эйнема» здесь для рабочих были построены жилые дома, это маленькие квартирки, где семья молодых рабочих могла жить. И вот здание, на которое мы сейчас смотрим, и здание вот сейчас, да, с правой стороны, где этот подъезд, это есть предположение, что это именно те самые дома. Просто когда уже отпала надобность делать здесь квартиры, здесь стали все эти дома переделывать под цеха, под складские помещения, под какие-то мастерские. И сейчас определить точно, где были квартиры, невозможно. Здесь перед каждыми воротами висит удивительная табличка, на ней написано «Водитель, остановись, выйди из кабины, предъяви документы». Имеется в виду, что это все еще осталось со времен, когда фабрика занималась продажей конфеты. И когда человек выезжал, любой человек, который выезжал, он должен был сначала выйти и показать всем, что у него нет ничего запрещенного. Вот так выглядит наш внутренний двор. Здесь, с одной стороны, по-моему, это называется карамельный цех, это с правой стороны, если мы посмотрим, с левой стороны это какое-то центральное было здание, здесь, в принципе, вся администрация. А в этой самой арке, за этой аркой находится наш шоколадный уже цех, вот он черный такой, там идет сварка. Я очень хочу пройтись по коридорам, подвалам, корпусам, по всему, куда нас сейчас пустят, чтобы посмотреть и показать это все, потому что совсем скоро этого не будет. Совсем скоро здесь появятся арендаторы, которые каждый на свой манер и на свой лаз что-то будут переделывать. Значит, площади на Красном Октябре было порядка 60 тысяч квадратных метров. На самом деле, из них, так называемые, сдавабельные, да, это, ну, 40-45 максимум, потому что все остальное было на таком, конечно, состоянии. Хотя сейчас из того, что осталось, люди, например, с интересом забирают то, что осталось. Вот. Ну, сейчас сказать точное количество прям цехов-цехов, ну, не скажу, ну, наверное, до 10 таких больших пространств. До 10, там, да, вот реально больших-больших, очень таких знаковых. Не бойся включить телевизор. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...